Среди книголюбов, друзья, мы встречаем, как полный, Ефим или Фима? Фима. Фима откуда родом? Киевлянин. Киевлянин Фима, который... Так, сейчас перегородил дорогу немножко. Так, Фима, вы были риэлтором или вы до сих пор? Я до сих пор риэлтор. То есть не ушли на пенсию? Или это не то, что с такого можно уйти на пенсию? Продолжай работать. Ну, как вообще у нас с Real Estate жить можно? А то меня будут беспокоить? Как риэлтору или как человеку, который... Серьезный вопрос. Вот я смотрю на молодежь приезжает, у меня студенты, много новичков. Пошли по дороге будем так. Значит, много новичков. И я понимаю, ну хорошо, я думаю, мы в свое время там купили, я когда-то купил квартиру за 130 тысяч. В Bounty View, знаешь? Она сейчас там стоит 650. А я думаю, ну хорошо, а вот эти-то как же будут? Вот они приехали, как они жить-то будут? Странно, но сегодня Real Estate так же популярен, как он был 30 лет тому назад. Так же выхватывают, так же покупают, хотя разница между домом, например, 35-летней давности 70 тысяч. Сегодня он стоит 700 тысяч. Да. И вот так же выхватывают, платят кеш. Откуда у них деньги? Китайцы очень много приезжают. А русские, вот наши ребята приезжают, вот Green Card лотерейщики, там программисты по работе. Я не знаю, откуда у них деньги. Но есть. Но есть, но наши не платят так много кеша. Так. А вот китайцы платят кеш. Наши зарабатывают хорошо. На чем это сказывается принципиально, что это кеш или не кеш? Поднимается цена. Ну, во-первых, для них сказывается тем, что они выигрывают дил. Ага. Потому что, когда человек покупает кеш, он не ставит contingencies, он практически покупает дом. То есть, на гарантированной продаже ему не откажут в банке. Да. То есть, продавец предпочитает кеш в большей сумме. Ну да. А даже так? То есть, можно немножко цену сбить? Да. Кеша можно сбить цену. Я просто думаю, как они... Это ж... А где взять столько денег? Вот. Ну вот молодая семья, да? Если в Берии купить самое простенькое что-то. Ну вот, таунхаус. Вот сколько нужно кеша иметь? По минимуму. Чтобы купить таунхаус? Ну... Минимум 10%. Ну да. А сколько это? Это примерно 770 тысяч. Плюс closing cost. То есть, надо иметь тысяч восемьдесят сто. Так. Чтобы купить такой средний домик. То есть, грубо говоря, так. Если человек приехал из Москвы или из Питера... О, здрасьте. То... Это еще с нашего канала тут люди ходят. Анечка, так, ручкой. Воздушный поцелуй. Сделали нам воздушный. Отлично. Нас обогнала группа тестеров. А у них... Значит... Так... То есть, грубо говоря, масса народу, которые живут там. В Москве, в Питере. Продав, что у них там есть. Даже скромненькое. У них вполне есть деньги на down payment. При условии, что они зарабатывают нормально. Они должны два года проработать здесь. Все-таки надо. Да. Потому что при квалификации нужно иметь два года income tax и два последних стаба. То есть, это не то, что в профессии быть два года даже за рубежом? Нет. Я помню время приезжали люди через полгода покупали. Здесь. Да. Сейчас сложнее получить loan. Поэтому два года нужно показать, что ты работаешь два года. Или сразу на cash. Или cash. Да. Или очень большой down payment. Тогда, может быть, тоже можно получить. А вот какие-то я слышал разговоры. Они все время происходят. Но как-то, не знаю, в бэкграунде как бы. Какие-то разговоры, что можно, купив какую-то недвижимость, получить green card. Нет? Нет. Такого нет. Такого не слышал. Но можно быть иностранным гражданином и купить здесь property. Не имея гражданства никакого. А как же с визой тогда? Не надо визы ничего. Ты можешь приехать из России и купить здесь дом совершенно официально. Верно. Но если я захочу потом приезжать в этот дом там раз в три месяца. Безусловно. А мне визу не дадут. А это уже другое дело. Но property можно купить. Понятно. То есть, если кто хочет там, допустим, по-быстрому из рублей в доллары, в доллары в недвижимость. Как investment можно такое сделать. А много вообще народу из России, которые там живут? Именно. Не которые там заработали, а живут здесь. А которые живут там, а здесь, например, инвестируют в недвижимость. Немного есть. Немного. А почему не популярно? У них там какие-то есть более симпатичные виды инвестирования. Они там делают деньги. Так. Поэтому они там живут. Ну верно. А здесь готовят себе будущее. Но они могли бы покупать здесь недвижимость какую-то, брать менеджера. Нет? Она пока растет там. Да. Они его сдают или вариант. Или она стоит. В зависимости от того, какие у них есть ресурсы. Ну да. Ну как бы этим не удивишься. Я все время вижу на том же ютубе риэлторы русские. Из Флориды, из Сан-Диего. Вот они видео вешают там какая-то недвижимость. Очень красивое такое. Прямо знаешь, как из сказки. С пальмами. Ну вот жизнь удалась. Еще икрой обмазать и все. В Флориде очень популярно. Там кондо. Я вот недавно был во Флориде. Там кондо вдоль океана. Сплошные русские. В Майами или еще где-то? В Майами. Да. Я был в Майами. Сплошные русские. Они оттуда приезжают. Да. Бабушка берет детей и приезжает как на дачу. Да. То есть они держат что-то и кондо там. То есть красиво жить не запретишь. Нет. Хорошо. Даже можно посоветовать. Да. Это я считаю, мы можем в этом месте сказать, что добро очередной раз победило зло. Вот в недвижимость. Да. Ладно. Спасибо. Спасибо. Участливо. 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 Участливо.